Добрый ранок! Доброе утро! Это один день с Натальей Мацак. В проекте я сможу. Балерина, которая не делает класс, это не балерина. Больше я езжу и танцую где-то, чем дома. Люди прилетают на своих вертолетах, на своих самолетах, просто посмотреть на спектакль и поужинать потом с артистом. Я бы тот и сезон. С тебя не в офис ходить, понимаешь? Это мой муж. Это наш ведущий солист Сергей Кривакой. Он ненавидит сниматься. Сережа приготовил завтрак артиста балета. Я там в инстаграме выставляла полезные завтраки, ну так вот. С чего зазвичай начинается рано впрына? Вскакивает, подрывается быстро в душ и вообще все побежали. Мы очень поздно ложимся, очень поздно. И поэтому мы с утра вот такие никакие. Зато поток вечера вы все увидите. Вчера кролик приехал с химчистки. Это специальный кролик, ему 20 лет уже. Кролику 20 лет. Сережа подарил мне этого кролика. Это традиция, когда выпускники и первоклассники обмениваются подарками. Я не знала. Я вообще не знала, кто этот мальчик, но подарил себе это. И через столько лет, когда мы начали дату. У меня 20 сезон был антамбль де Дарик. Там я танцевала с четырех лет. Ну, в общем, я прыгала, прыгала до 9 лет. И педагог, которая там была, она знала меня с детства. И она сказала, что предложила родителям отдать меня в училище хореографическое. И с тех пор эта вся история началась. Сейчас мы идем в класс, где у нас будут ежедневные занятия. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты Кристина Шишпар. Стаседка. Нагремевшая Кристина Шишпар. Нагремевшая. Ждите не сказать другую. Прямые не дружат, видите? Прямые. Нет. Прямые ненавидят друг друга. На самом деле ролей всем хватит. У нас температура сумасшедшая. И, как правило, это было вообще... Кристина, а что ты на интервью забираешь? Так я рассказываю, а ты потом поедет и голос поставишь. А что здесь происходит? Это типа запеканки. Творожные. Снеданок, да? Да, это снеданок. 12 часов. Для меня важна конкуренция. Конкуренция здоровая, конкуренция мотивирующая. Люди, которые тебя подстегивают, они дают тебе своим профессионализмом. Они дают тебе энергию, да? Потому что ты смотришь на них и ты хочешь быть лучше. Было очень сложно в начале. Нам дали сразу сольные партии. И я узнала об этом случайно, сидя в зале. Просто, ну, потому что я вообще не ожидала. Я приготовилась сидеть, ждать чего-то там, да. Какие-то есть вороты? 18? 18, да. И я получила первую партию. Притом я была к ней вообще, ну, вообще никак не готова. В данной профессии она просто адски тяжелая. И при всей вот этой внешней пафосе она невероятно тяжелая. Поэтому многие балерины очень, типа, считаются взрослые такие жесткого характера, да? Потому что они через столько прошли, чтобы достичь, именно морально через столько прошли, чтобы достичь своего успеха. Народная артистка Татьяна Грюкова. Заслуженная артистка Наталья Лазевникова. Заслуженная, пока еще. Пока еще заслуженная, она очень работает над этим. Я наберу. Мы сейчас поедем, заберем костюмы. У меня сегодня вечером спектакль. И поедем на работу. Больше я езжу и танцую где-то, чем дома. Это опыт, потому что в каждом театре, в каждой стране своя школа, свои нюансы. У меня было определенное количество спектаклей и работы с танцовщиками и с европейскими. Потом, как бы, возникла идея привести этих танцовщиков сюда. Для меня важно, чтобы не важно, какой стиль хореографии, чтобы был смысл, чтобы была драматургия. Потому что человек должен уйти с историей. Он должен уйти, пережив какие-то правильные эмоции. Тогда, не важно, насколько он понимает в балете, это как хороший фильм. Я знала четко, что я не буду стоять в кардебалете, потому что я просто считаю, что это адский труд. И он не всегда имеет такую отдачу обратно. И, естественно, я была в кардебалете, и я считаю, что это замечательно. Потому что я прошла, ну, такой правильный путь созревания, как балерина. И научилась ценить всех людей, которые заняты. Потому что балет — это не только одна прима, это абсолютно все, кто имеет отношение к спектаклю. У этих людей очень много, и очень важно, чтобы они все были профессиональными. Прима — это другая нагрузка. Тем более, когда ты начинаешь получать приглашение в европейский театр, когда ты начинаешь ездить с другими коллективами. Это дает тебе такой кураж. И вот это, я считаю, есть успех, когда ты востребован. Ну что, это у нас? Все спектакли. Константина, мало ли. Тебе когда-нибудь предложили выехать из Украины? У меня были подписаны контракты. Это же не изменит театр, это изменит всю свою жизнь. Мне приятно представлять Украину на площадках европейских и быть лицом театра. Балерина, которая не делает класс — это не балерина. Сейчас мы идем уже на сольную репетицию отдельно. У каждого балерина, у каждого артиста есть свой график в театре. Как ты думаешь про ноги? Массаж разные, мази разные. Есть целые легенды про ноги балерины. Они все в крови. 21 век на дворе. Ноги балерины. Просто это раньше было связано с тем, что пуанты были очень плохие. И сейчас у нас пуанты совсем другие. Скупай левой ногой, когда делаешь один. Смотри. Вот два буквально перед собой. И сейчас я хочу снимать пачку. Но мы это записывать не будем. Сколько целых видов ты вообще выступала? Это вся Америка. Это вся Франция. Это Испания, Италия, Япония, Мексика. Ну, это очень большое колесо Лондон. Это по 5 тысяч залы, которые всегда были битком. Самое моё большое впечатление, наверное, было — это Корея. То есть, когда мы станцевали байдерку в Корее, то было что-то невероятное. Потому что зал — они не орут, а они делают вот так, да? Ну, как бы ногами и руками. И реально думали, что зал рухнет просто. После таких спектаклей они тебе возвращают столько энергетики. Люди прилетают на своих вертолётах, на своих самолётах просто посмотреть на спектакль и поужинать потом с артистом. Для них это честь. Потому что для них артист — это как Голливуд. Это безумно тяжёлая профессия. И у нас, возможно, люди не совсем понимают, она не совсем правильно преподнесена. И люди не совсем понимают, что это за профессия, насколько она сложная. Это не просто спорт, который тяжёлый физически, где-то эмоционально. Это ты и актёр, ты и спортсмен, ты и гимнаст, и всё сразу. И плюс, ну, как бы... Это такая профессия, которую ты не можешь положить в карман, да? Ты не можешь просто... Сегодня ты вот сделал уже, ну, как бы, эти знания получил, и они с тобой навсегда. Нет. Ты должен работать каждый день. Потому что если ты даже пропускаешь какой-то день, твоя форма откатывается назад. Поэтому не всем хватает сил держать себя в таком тотальном тонусе. Поэтому не так много реальных, профессиональных в мире звёзд. Одно дело достичь, а другое дело удержать. Это самое сложное. Кантем пришёл, наверное, лет восемь назад. Классика мне нужна для формы, но современная хореография даёт мне безграничные возможности выразить себя. В современной хореографии ты можешь быть каким угодно. Это более понятно людям, да? Это более им доступно. Поэтому, когда мы сделали Under the Tight, мы не ожидали даже такой реакции. Это история друзей вообще балетмейстера, который ставил этот мини-спектакль о том, как они во время шторма потеряли своего ребёнка. Просто когда волна просто смыла из рук ребёнка. Больше его никто не нашёл. И этот спектакль о том, как эта пара, как эти люди пытались пережить это, это очень тяжёлая тема. Но мы даже, когда танцевали в Дортменде, у классических артистов был шок от этой истории. Здесь это вызвало просто бурю реакции. АПЛОДИСМЕНТЫ Три часа спектакля. Ну, стоп. Я лично готовлюсь сама. Лицо должно быть выразительное. Туалетная разогревочная одежда. Всё очень серьёзно. Я не люблю, когда меня трогают перед выходом на сцену, когда ко мне кто-то приходит. Есть просто разные артисты. Есть люди, которые любят разговаривать очень сильно. А есть такие партнёры, на самом деле, которые очень любят разговаривать. Их это как-то... Они отвлекаются от нервов этим. Я такой не люблю, потому что... Мне вот лучше, чтобы меня не трогали. Что нужно? Не, знаешь... Штучка 4 лимона. Лимон как щёлочь. Ешь, и тебе не так хочется потом на сцене пить. Да, вот эти. Угу. Какие-то такие... Тебе не в офис ходить, понимаешь? Да, вот это всё... Я такой же... Тебе не хватит. Что-то такое... Я не могу... Он просто так же... Ах, так. Угу. Кто-то. Угу. 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 Как? Раздевать мне ее надо? Сейчас буду раздеваться. Хорошо. Вот так вот. Еще три часа и мую цель. Ну не надо, Дмитрий, а два. Вы тоже не дали мне эту мордраму сделать. Это вам не пора. Для меня успех – это когда ты выходишь на сцену и шокируешь людей просто. Шокируешь в том смысле, что ты выносишь или что-то совсем новое. Так заканчивается мой день, но это же не конец. Это начальник ухода сегодня, но работа заканчена. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова